Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии. Информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Сегодня в выпуске. Комфортный город. Миф или реальность? В Чебоксарах проходит совет главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Молодые и инициативные глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с активистами форума «Молгород». Звездный час. В Чебоксарах стартовал окружной фестиваль детского творчества. Сегодня в столице Чувашии чествовали социальных работников. По случаю профессионального праздника прошло торжественное собрание. Милосердие и отзывчивость. Эти качества присущи каждому в этом зале. Социальный работник. Профессия, которую выбирают душой. Вы как люди, имеющие большое такое человеческое сердце, милосердие, вы с открытой душой выполняете просто гуманную цель. Это очень важно. Социальная система в нашей республике развивается с 80-х годов 20-го века. Сегодня в ней трудится 6 тысяч человек. Многие из этих людей отдали профессии много лет. Как, например, Станислав Матвеев. Вот уже 17 лет он возглавляет одно из отделений стационарного обслуживания пожилых в Красноармейском районе. Также подсчетное звание присвоено Батвееву Станиславу Николаевичу. Звание заслуженный работник социальной защиты как признание его заслуг в важности этой нелегкой работы. Кроме подсчетных званий, социальные работники получили грамоты и благодарности главы республики и председателя госсовета Чувашии. Татьяна Леонтьевна, Олег Якимов, Республика. Мол, город завершает свою работу. Итоги подведут уже в эти выходные. В этом году мастер-классы для участников форума проводили известные телеведущие и эксперты в области бизнеса. Сегодня их принимал и глава республики. Чем запомнились гостям встречи на Волге узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Спасибо за то, что нашли время, приехали. Это очень важно. Вы же люди и медийные. Многие гости форума приехали в Чувашию в первый раз из столицы республики. Их впечатлило. Известный ведущий Максим Шарафуддинов – уроженец Казани. Но только сейчас ему удалось прогуляться по улицам Чебоксара. Уже по поездке из аэропорта до места нашей остановки, а также до форума на катере, очень много красивых мест. Просто не совсем представляю сейчас об истории этих мест. Нам это все должны рассказать. Но уже интересно об этом узнать. Гости говорят, приехали на сутки, но кажется, что здесь находится неделю. В лагере «Молгород» они успели провести многочасовые мастер-классы. Азы журналистики участникам форума преподал и известный ведущий Алексей Лысенков. На протяжении многих лет он работает проректором в УЗИ Москвы. Конечно, говорит, кумир миллионов рассказать о всех нюансах профессии за пару часов невозможно. Но все же удалось обсудить немало интересных тем. Беседа шла о слиянии телевидения и интернета, о том, что завтра ожидает нашу аудиторию. Потому что понятно, что, допустим, первый канал – это аудитория 55+, а вся молодежь в интернете. Тем не менее, мне кажется, что нельзя терять такой ресурс, как телевидение. Соответственно, каким-то образом телевидение должно научиться видеть и слышать молодежь. Президенту организации «Рыбаков фонд» удалось найти в республике и интересные проекты. Это фамильный фонд, который имеет серьезный бюджет – порядка миллиарда рублей. И мы сегодня общаемся с регионами, где, возможно, наши точки соприкосновения, где мы можем ту миссию фонда, которую он несет, а это больше не меньше. Это новое представление о будущем, это новые технологии в области образования. Мы сегодня работали уже второй день, и у всех появились крылья. Крылья о том, что, оказывается, мы все смотрим в одну сторону, думаем об одном и том же, но не знали, как соединиться. Вот Чувашия нас соединила, и надеемся, что это будет очень конструктивно. Мол, город продолжает свою работу, его участников учат развивать городскую среду, реализовывать бизнес-проекты, продумывать маркетинговые ходы. Мастер-класс участникам форума провела и эксперт медиаплатформы «Безопасность». Мы очень надеемся, что с вами получится выработать такую модель работы, которая позволит с вашей области собирать всю информацию о том, как у вас это работает, как работает АПК «Безопасный город», что делается вообще в принципе в области безопасности, на предприятиях, в детских учреждениях. Мы деньги выделяем, и на следующий год будем выделять, потому что вопросы безопасности, они сегодня приоритеты государственной политики, здесь споры не может быть. Мы должны не играть быстрее и завершить на первом этапе все то, что нужно сделать. Гости предложили провести в республике форум молодежных СМИ «Ты можешь». Его участники расскажут о регионе на всю страну. Михаил Игнатьев идею поддержал. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Батаревский и Маргаушский районы признаны лучшими муниципалитетами в сфере управления общественными финансами. Это стало известно по итогам всероссийского конкурса, который прошел в Москве. За победу боролись более 250 городов и районов. Эксперты оценивали долговую политику, исполнение бюджета и открытость финансовых органов. В состав конкурсной комиссии вошли члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и представители Российского министерства финансов. Сегодня Государственная Дума рассмотрела в первом чтении предлагаемые правительством поправки в федеральный бюджет. А депутат Алена Аршинова подняла важный для Чувашской республики и многих других регионов вопрос о необходимости выделения средств на обновление автопарка скорой помощи и школьных автобусов. Со времен национальных проектов здоровья и образования прошло 10 лет. Транспортные средства, выделенные по тем программам, уже устарели. Поэтому, когда мы в прошлом году поднимали этот вопрос после выборов, когда наши избиратели за нас голосовали, они ставили условия, что вот есть такие пожелания, проблемы есть со школьными автобусами, с автомобилями скорой помощи. И мы тогда рассчитали, что программа будет трехлетняя. Сегодня, даже по итогам исполнения бюджета уже в 2016 году, нам удалось закрыть половину потребностей, которые были заявлены регионами. Это почти 2500 школьных автобусов и больше 2000 автомобилей скорой помощи. В этот раз, когда мы получили документ, его рассматривали, законопроект, мы не увидели в законопроекте, какие средства предусмотрены на данную программу в 2017-2018 году. Поэтому пришлось акцентировать внимание Министерства финансов и правительства на этом приоритете. И реально мы добились выделения трех миллиардов рублей на решение этой проблемы. Деньги будут предусмотрены и выделены в ближайшее время на решение этого вопроса. В преддверии Дня России полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич вручил государственные награды и благодарность главы государства жителям округа. Орденом родительской славы достойны супруги Алексей и Наталья Чумерина из Шумерли. Звание заслуженный учитель Российской Федерации присвоено учителям Кугейской средней образовательной школы номер один Николая Вострикову. Комфортный город, миф или реальность? Так звучит основная тема 40-го заседания Совета главных архитекторов субъектов России, которая сегодня открылась в Чебоксарах. Мнение градостроителей собирала Ольга Пырочкина. Первое, что сделали иногородние архитекторы, когда подъехали к месту проведения съезда, театру оперы и балета, начали фотографировать здание. Не потому ли, что оно напоминает базу повстанцев из «Звездных войн», спросили мы у итальянского зодчего Марио Кучинелло. После необычной архитектуры 80-х годов гостям предложили взглянуть на современные проекты молодых чебоксарских архитекторов. В фойе театра организовали выставку. Так, например, Нурвард Мертиросян представила вот такие здания на площади Речников. Здесь было техническое задание. Нужно было запроектировать два комплекса, которые бы вписывались в городскую среду, представляли бы наш город, так как это самое видовое место у нас в городе. Олег Федоров, который только что получил удостоверение и стал членом Союза архитекторов России, предпочитает неомодернизм с акцентом на форму и цвет. И считает, что в столице важно формировать общественное пространство. Молодые архитекторы сейчас видят развитие чебоксар в направлении общественного использования. Парки-скверы и обязательно в каждом проектируемом районе новом какую-то доминанту, аллею, сквер. И, конечно же, ее максимально благоустроить, разнообразить функций. Опытные чебоксарские градостроители представили масштабные проекты, которые планируются реализовать в столице республики. Например, высотный комплекс напротив дома торговли. Последний обещает стать своеобразным символом времени. Передний план, задний план что ли? Высотное здание, которое будет фиксировать там, где кончался город в 1945 году. Это здание было у нас предложено еще где-то в 60-е годы на генпланах. И мы очень ответственно относимся к высотным строениям. Но вот в этом месте все архитекторы мы неоднократно обсуждали на всех градостроительных советах. И было принято решение вот такой строительства. Основная тема пленарного заседания – комфортный город. Здесь рассматривали удачные примеры разных городов мира, цитировали бывшего мэра Барселоны Хуана Клосса, который говорил, что комфортная городская среда – это коктейль с четко выверенными ингредиентами. Только вот рецепт для каждого города свой – составить его задача архитекторов. Сажать травку, ставить скамеечки или какие-то диковинные фонари – это будет полумера. Это даже не будет не полумера. Это только первый шаг к преобразованию любой архитектурной среды. Нужны качественные здания, сооружения, а все остальное подтянется. Мы очень все подвержены типизации. Мы все. Мы любим одеваться по-модному. Это тоже типизация в конечном счете. И очень часто в городах происходит то же самое. Начинаются биться за повышение полотности, как можно больше разместить, как можно больше получить. А мне кажется, здесь надо сыграть на контрасте. Изюминка та, которая у вас есть. Я знаю, в Болгарских городах, у ваших соседей этого уже нет. Именно такую задачу Михаил Игнатьев поставит перед будущим главным архитектором Чувашии. Приказ о введении этой должности уже подписан. Наша задача с учетом наших традиций, с учетом истории города – сохранить все то, что есть. И в современной мере все нужно совершенствовать, чтобы было интересно, чтобы было востребовано. Обсуждать проблемы современного градостроительства в Чубаксарах архитекторы со всей России будут еще два дня. В программе мастер-классы, презентации, ну и прогулки по нашему городу с изюминкой, как отметили гости. Ольга Бырычкина, Сергей Адушкин, Республика. 12 июня мы отметим один из самых молодых праздников России. Несмотря на пока короткую историю, у него уже сформировались традиции. Но каждый год организаторы стараются удивить жителей чем-то интересным. На этот раз одновременно в 30 регионах страны состоится парад дружбы народов России. К шествию присоединятся и жители Чувашской республики. Народы России похожи на ветви одного дерева. Несмотря на свои отличия в вере, культуре и традициях, все они должны стремиться к единству. Именно об этом хотят напомнить организаторы парада дружбы народов. Хотя парад проводится во второй раз, количество участников заметно выросло. В этом году на главные улицы страны выйдут более 10 миллионов представителей разных национальностей и этнических групп. В Чебоксарах представители народов, населяющих нашу республику, соберутся в 10 часов 30 минут у старого здания Дома правительства на площади республики. А затем все вместе отправятся на набережную залива, чтобы присоединиться к участникам празднования Дня России. Митинг-концерт начнется в полдень на Красной площади. С 1 июня госавтоинспекция Чувашии проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка». Перед правоохранителями поставлена задача по пресечению нарушений правил дорожного движения, связанных с нанесением на стекла пленок, не соответствующих необходимым требованиям. Согласно нормам, светопропускаемость пленок должна соответствовать 70% на переднем лобовом стекле и на двух боковых. Зеркальная тонировка полностью под запретом. Неправильная тонировка стекол автомобиля мешает обзору и часто приводит к печальным последствиям. При ДТП становится отягчающим обстоятельством. В целом это нарушение приравнивается к технической неисправности транспортного средства. С начала июня 205 автовладельцев привлечены к административной ответственности за несоблюдение требований технического регламента. Выдано 24 требования об устранении нарушений в течение суток. Неуполнение требований влечет штрафные санкции от 500 до 1000 рублей, либо арест до 15 суток. Новая учебно-тренировочная база для подготовки сотрудников спецподразделений полиции появилась в Чувашии. На территории современного комплекса, который раскинулся на левом берегу Волги, будут тренироваться сотрудники управления по контролю за оборотом наркотикам МВД Республики и кадеты-старшеклассники. В день открытия базы организовали военно-полевые сборы для десятиклассников Чебоксарской кадетской школы номер 14. Мастер-классы для школьников приехали провести бойцы спецподразделения «Гром». В течение пяти дней под их руководством кадеты будут проходить интенсивную военно-спортивную подготовку, жить в палатках, заступать в наряды, заниматься строевой, физической и огневой подготовкой. Обязательной задачей для ребят станет и прохождение полосы препятствий. Подобные полевые сборы для кадет являются хорошей подготовкой к поступлению в высшие военные учебные заведения и службе в органах внутренних дел. «Звездный час» – фестиваль детского творчества с таким названием стартовал в столице Чувашии. Он проходит в рамках приволжского окружного проекта «Вернуть детство» по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня юные артисты приехали в Чебоксары. Башкортостан, Киров, Пенза, Мордовия, Ульяновск. Более 120 самых одаренных и творческих детей съехали из столицы Чувашии из 14 субъектов приволжского федерального округа. Участники покажут себя в четырех творческих жанрах. Помимо репетиций и подготовки к концерту, ребята побывали и на различных экскурсиях. Посмотрели, как производят мороженое, конфеты. Посетили национальный музей. У участников даже была возможность почувствовать себя водителем настоящего трактора. Мне очень понравилось родить, боем совсем не страшно. А уже завтра все желающие смогут увидеть выступление ребят. Гала-концерт фестиваля «Звездный час» состоится в Чебоксарском дворце детского и юношеского творчества в 11 часов. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я желаю вам хороших выходных. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин